Самара Космическая Директор музейно-выставочного центра Самара Космическая Елена Кузина Ваши вопросы задавайте, как всегда, по телефону 202-11-22, звоните Здравствуйте, Елена Михайловна Добрый день В прошлый раз, когда вы приходили, мы вас представляли как директор музея Сегодня целая композиция из слов «Музейно-выставочный центр» И даже комплекс есть в интернете Получается, что у вашего заведения изменился статус, да? И к чему вас это обязывает? Или нет еще? Статус изменился года три назад На самом деле из музея мы перешли в статус центра уже давно, достаточно Год три на самом деле назад То есть документы были оформлены Но просто людям удобно говорить с музеем Некоторые говорят о комплексе Это, наверное, перспектива наша хорошая На самом деле будем комплексом, появятся какие-то филиалы На самом деле сейчас музейно-выставочный центр Самара Космическая Скажите, пожалуйста, что нового у вас появилось в последнее время? Чем можете привлечь новых посетителей? В январе не только новых А, и тех, кто еще не видел что-то, да? Мы всегда стараемся что-то новое Но где-то несколько раз в год мы открываем новые проекты Открываем новые выставки В январе месяце мы открыли новую выставку Это уже второе мероприятие в рамках празднования Семидесятилетия Победы Великой Отечественной войны И этот проект постоянно действующий Эта экспозиция будет постоянно Называется он «Заводы и предприятия у истоков космической эры» Да, ну то есть это все наши заводы, речь об этом Не только наши заводы Знаете, в становлении, как бы в том Участие принимали в разработке ракеты Мы говорим о том союзе, который у нас, конечно, на фасаде Потому что он больше всего вопросов и вызывает Очень много предприятий совершенно из разных городов нашей страны Мы, конечно, не могли охватить все предприятия Мы говорим о 18 предприятиях, которые мы смогли туда уместить в этот проект Но чем этот проект хорош? Да, вот кому он будет интересен? Я просто продолжу, что современные технологии позволяют пополнять любую информацию И этот проект рассчитан на то, что он будет пополняться, пополняться, пополняться Но скажу, какие цели мы преследовали, когда открывали этот проект Во-первых, конечно, первый вопрос от любого обывателя, который попал в наш музей Можно ли попасть в ракету и как в нее попасть? Мы долго объясняли на пальцах, что вот эти вот нежние две ступеньки Как мы говорим обывателям, вот эти морковки, это первая ступень, топливные баки Вторая ступень в центре, это тоже топливный бак То есть, если даже на физическом уровне мы могли бы попасть внутрь ракеты Мы попали бы только в топливный бак И вот там, наверху нашей ракеты, полезная нагрузка Вот сейчас этот чертеж этой ракеты, он у нас находится в музее Конечно, очень облегчает рассказ о том, где мы находимся Почему нельзя попасть внутрь ракеты Это первый такой вот семиминутный, каждодневный вопрос Ну и, конечно, мы выполнили некий такой большой долг перед ветеранами наших предприятий Потому что, когда музей открывался в 2007 году 12 апреля, если вы помните, 12 апреля 2007 года Открытие произошло все-таки так очень быстро Потому что за три месяца было задание открыть музей Без денег Да Ну и, конечно, музей был открыт И мы вынуждены были работать вокруг тех объектов Суперинтересных, очень значимых для страны Но зависели от того, как они расставлены по факту И вести всю эту беседу, диалог с нашими посетителями Именно исходя из того, что было То есть не было единой концепции, не было единого подхода И были, ну, как сказать, не старенькие, а очень многонесущие в себе стенды Ну вот представьте себе, завод «Прогресс» нам сделал 18 стендов Там были отражены, конечно, истории предприятий Там было отражено и руководители предприятия И лауреаты ленинских премий, и герои соцтруда и так далее Это основной метод наглядной агитации, который раньше использовался, да? Если мы учтем, что у нас как минимум 6 заводов представлено Представлено, умножено на 16-18 стендов И представляете, как бы загромоздили бы мы весь объем музея И, конечно, мы вынуждены были от этой формы уйти Вот, и, ну, вот 6 лет Но сейчас эти стенды тоже ценность какую-то представляют, да? Представляете? Можно потом через какое-то время показать А вот раньше работники вот так представляли свои предприятия Часть истории, да, конечно, истории музея в том числе Но представьте себе, когда мы сменили, вернее, убрали эти стенды То те же самые лауреаты, те же самые руководители приходят, а их фотографии нет Так Это же неправильно А теперь же как это можно? Кто-то ничего не скажет, а кто-то ничего не скажет Обидится, промолчит Вот кто-то обидится, это еще хуже, понимаете? Тот, кто спросит, мы объясняем, что это невозможно, вот чисто физически Вот сейчас долг выполнен Наконец мы можем представить вот в этих интерактивных наших сенсорных экранах Как раз вот эту информацию Да Ну вот эту информацию вот то поколение нормально принимает? Конечно Ну давайте посмотрим, Елена Михайловна Наша съемочная группа побывала у вас в гостях Предлагаю посмотреть сюжет, ну а затем мы продолжим разговор Легкое движение пальца и на интерактивном панно высвечиваются детали ракеты Сделаны на отдельно взятом заводе 16 предприятий со всех уголков Советского Союза Были эвакуированы в Куйбышев во время Великой Отечественной войны Именно тогда, более полувека назад В столице региона было положено начало эре космических технологий На выставке, посвященной 70-летию Победы Истории жизни великих конструкторов и инженеров Подробный чертеж ракеты и интерактивная экспозиция Идея проекта, говорят в музее, возникла как ответ на излюбленный вопрос посетителей Любой убыватель, заходя в наш музей Любого уровня, любого возраста Первый задает вопрос, можно ли попасть внутрь ракеты То есть мы рассказывали Вы понимаете, что такой объект красивый на улице Он не может не привлечь внимания Мы рассказываем, что это внизу топливные баки Первая ступень, вторая, третья И только наверху полезная нагрузка До которой добраться на самом деле невозможно Какими были заводы и предприятия у истоков космической эры Благодаря чему Самара получила статус космической столицы И даже каким образом ракету привозят на космодром Для посетителей все тайное в один миг становится явным Музей современный, выставка живая Экспозицию периодически будут менять и дополнять Музей созрел уже до того, что мы можем в интерактивной форме Вот здесь показывать уже каждого лауреата Каждого директора завода, рассказывать И это очень хорошая провокация Вот сегодня, когда открывали, директора завода здесь были И каждый говорит, а вот здесь надо пополнить Каждый хочет пополнить То есть вот современные технологии позволяют пополнять эту историю На новой космической выставке порядка 20 экспонатов Теперь зритель не только слушатель, но и непосредственный участник диалога Увеличивать и уменьшать чертежи, переключать тумблеры Интерактивная экскурсия станет увлекательным путешествием для людей далеких от звезд Все задачи были решены комплексно И дизайн здесь, и интерактивные экспонаты И обычные экспонаты дополнились какими-то интерактивными пояснениями Стать ближе к звездам и космическим достижениям легко, уверяют в музее Достаточно одного легкого движения А что помогло воплотить вот этот проект в реальность? Потому что прошло, наверное, время Большое, кстати Долго Много времени нужно У нас как традиционно очень удобно для нашей творческой группы Которой этим занимается 9 месяцев Вы не поверите Очень символичный срок Мы заражаем этот проект Ну, как бы очередной проект Дело в том, что это последний грантовый конкурс Научный музей в 21 веке Фонда Зимина Династия И мы там выиграли порядка 6 конкурсов И вот 4 проекта были реализованы Это 4-й проект То есть это на средства, которые поступили оттуда И, конечно, привлеченные средства Включая и бюджетные, и внебюджетные средства То есть проекты в музеях можно делать только всем миром Ну, это федерального масштаба получается Конечно, конечно Да, и вы выиграли Ну, молодцы, конечно Ну, я помню, что вы говорили Ракета у нас есть Все мы ее видим и знаем Вы говорили еще о том, что может появиться на площадке ИТУ-154 Вот мне очень интересно Будет все-таки самолет на площадке именно этот? И можно ли туда будет заходить? А не то, что вы так же, как около ракеты Топливные парни Ну, я уверена, что самолет на самом деле будет Потому что шаг за шагом эта работа ведется, наверное, с 2011 года Сначала просто вот в разговорах Сейчас уже видно конкретные шаги У нас с каждым днем все больше единомышленников И, то есть, есть уже на самом деле реальные такие итоги Когда можно судить о том, что самолет все-таки будет стоять И, опять же, я вот сказала, всем миром надо Тут недостаточно музейного вот этого влияния Потому что это не музейный проект, а гораздо шире Я уже вижу и, как бы, понимание от властей Это очень серьезно, потому что это вопросы земли И, как бы, вообще планировки, градостроения И использование вот этих всех территорий вокруг нас Я вижу, естественно, понимание заводов С этого и началось, потому что этих объектов не было Если бы не было желания оттуда передать А у нас, как бы, договоренность есть и с авиакором То есть самолет реально есть уже? Два самолета на выбор Мы в нем были внутри Это великолепно Когда мы, в общем-то, одержим этой идеей Попали внутрь самолет У меня просто, как у Тиса Воробьянина считать, началось все То есть шикарные площади То есть мы могли бы расширить совершенно четко свою экспозицию У нас зал уже нам узок Проект, сколько можно туда реализовывать А это, когда я села просто вот на место пилота Представляете, штурвал вроде везла Вот эту возможность можно было бы предоставить каждому посетителю Это очень заманчиво, конечно Ну и то, что, конечно же, в нашем музее должна быть не только космическая тема А как минимум еще и авиационная Конечно, у нас такой обеопромышленный комплекс Да, да, да И все-таки космос-то, он пошел на базе авиационных предприятий От этого никуда не деться И даже космические отряды А вот основная идея 154 это какая все-таки? Вот вы что хотите? Я считаю, что, во-первых, это такой серьезный повод уважать себя нам, гражданам Ну, как бы, наверное, в сути жить в своем области Потому что, если будут такие, в одном месте стоят три мощных изделия Как ракета, самолет Ту-154 и ресурс F-2 Который тоже прогресс нам уже готов отдать Это спутник или что? Это спутник в сборе, да Это очень значимо Но спутник, представьте себе, сбор 6,5 метров Вот в том-то и дело, что мы видим вот эти точки, да, на небе, на ночном И думаем, что это спутники А как он выглядит, реально? Ведь это никто не знает Во-первых, у вас есть возможность капсулы увидеть в нашем музее У нас две капсулы есть такие Вот, а это в сборе То есть он гораздо больше И, в общем-то, ну, не буду все рассказывать На самом деле, три таких изделия, наверное, ни один город в мире не может похвастаться Что у нас самаре делали ракеты У нас это все трезноплановые Делали самолет, делали спутник Это очень серьезно И все три изделия, зарекомендовавшие себя, понимаете? У них такие характеристики непревзойденные До сих пор они как бы востребованные, актуальны И, конечно, про ТУ-154 можно говорить, что там Боинг сравнивать Но давайте сравним это все-таки с тем поколением самолетов Когда их только начали выпускать Сейчас ТУ-154 И в чем еще опасность? Если мы сейчас, мы этот город не возьмем ТУ-154 Он уйдет на распил под металлолом И, конечно, жалко такую модель терять для города Это, конечно, очень значимо С самолетом мы разобрались А вот ценность спутника, опять же, идея его представить Вот в чем она? И вообще, вот что из себя этот спутник представляет? Какие у него функции? Потому что у меня первое, что возникает Какие-то метеорологические, что мы говорим В том числе, конечно Но информация... Вот, опять же, я приглашаю в очередной раз наш музей Потому что вы можете увидеть там Что всем жителям на планете Освоение космоса предоставляет, как никто Предоставляет одинаковые привилегии, так скажем То есть, независимо от того, насколько вы сейчас бедны или богаты В каком социальном слое вы находитесь Все равно вы пользуетесь телефоном Есть телефон? Конечно У ребеночка есть телефон? Мы с вами нажимаем Уже не по одному, наверное И меняется Кто-то нажимаем и не думаем, что задействованы космические технологии Интернетом мы пользуемся А вот это и есть и космические технологии Которые, в принципе, не отдаем отчет Мы не готовы А это нормально Осваивают космос для человека И мы не обязаны там Все человечество помнить и знать Это уже вошло в обиход И мы не готовы отказаться уже От достижений космонавтики Мы говорим, что это дорого Но мы не готовы отказаться, поэтому А вот насколько музей может предоставить Вот эту информацию о космических технологиях Которыми мы пользуемся все сегодня Вот у вас может определенный там есть Уголок, стенд или проект Есть целый проект Спейсбук, карманы, космос Да, это один из проектов, реализованных Как раз тоже по грантовому конкурсу Фонда Династия точно так же Очень интересный, красивый проект Но это надо видеть Это надо видеть, да Вот интересно, как вы говорите Что у вас и тут грант, и тут грант А в разработке есть еще участие В каких-то вот таких проектах На грантовой основе? Ну вот на сегодняшний день Все-таки мы вот шесть раз выиграли Фонд Династия Вы почему-то сказали, что это последний проект Последний, потому что программа у них закрывается Но есть и другие грантовые Мы сейчас пытаемся заявиться Если как бы это Ну сложится обстоятельство Есть фонд Потанина То есть меняющийся музей В меняющийся мире И там есть различные интересные номинации Вот мы сейчас рассматриваем Может быть Вот интересно, вот эта группа, да Людей, которые Собственно вот эти проекты разрабатывают И предоставляют на гранты Это же все очень сложно Нужно столько тонкостей Это не может произойти в один момент Вы понимаете, для того, чтобы заявляться Например на гранты И реализовывать какие-то проекты Должна быть, конечно, очень мощная Команда единомышленников Это значит, что должны быть и предприятия Это должны быть настоящие инженеры Конструктора Это первоисточник Вы понимаете, что мы о космонавтике Не так много знаем Как знают те люди, которые всю жизнь Проработали в этой промышленности Кроме того, это должны быть очень мощные дизайнеры Которые в музее есть Художники Кроме того, те, кто каждодневно работает в нашем музее И позволяет нам от этой каждодневной работы Отвлекаться на творческую То есть вот когда эта команда из замышленников есть уже Мало того, там еще должны быть пиарщики, программисты И прочее, прочее, прочее Отличается, что у вас есть эта команда У нас есть эта команда И как-то вот, да Ну, космические технологии, конечно, это все очень интересно Кажется, что далеко Вот насколько, опять же, в музее интерактивно все это представлено Вот как вы их используете Вот именно вот это вот космическое Такое все, вот такое кажется Такое интересное И даже мы себе неземное Отчет не можем дать А как вот Вам эти технологии служат в музее? В чем они воплощаются? Абсолютно Просто на самом деле, вот я уже говорил, что Одинаковые всем условия предоставлены Но есть картография Есть связь Есть интернет И прочее, мы все этим пользуемся Каждодневно И точно так же слышим И о навигации И о прогноз погоды Мы слушаем Это мы пользуемся как все Вот, но знаете Вот если говорить о современных технологиях И интерактивных проектах Да, они, конечно, присутствуют И уже мы от этого не уйдем Но вот музей очень важно Соизмерить все-таки Насколько музей должен быть интерактивен И насколько это должны быть подлинные предметы Потому что Не было бы нашего музея Чтобы перекоса не было В одну или в другую сторону Если бы не было вот этих артефактов Которые у нас есть И нельзя все выкладывать Как на прилавке, понимаете Все показывать тоже нельзя Ведь наша задача не Ограничить вот жизнь каждого предмета Своей жизнью Мы должны их сохранить То есть нельзя вот каждую бумагу Конечно, они там есть драгоценные Выложили Так, чтобы мы все посмотрели Наверное, надо делать копии Не, наверное, надо делать копии Надо их стилизовать Делать все очень похоже на эти А те откладывают Чтобы это хватило не нам А нашим потомкам То есть нельзя ограничивать Жизнь каждого предмета Своей личной жизнью Вот, поэтому Очень часто Ну, приходят люди Говорят Вот у вас же много предметов Почему все не выложены Нельзя этого делать А потом Мы должны заинтересоваться Вот, допустим, в этом проекте Котором мы сейчас О котором мы говорили Есть некая персональная выставка Сейчас мы показываем вещи Предметы личные Дмитрия Ильича Козлова Мы все знаем Какой вклад он внес Вообще В развитие космонавтики Мы знаем, что он такое Для Какой он вклад внес В Самару В развитие Самары И, естественно В становлении нашего музея Потому что первые три года Я вам говорила Что открыть без денег музей Это, конечно, нереально А когда я встретила Дмитрия Ильича Козлова Около Подъезда Такая с коробкой конфет Он говорит Что стоишь Я говорю Вас жду Кто такая Новый директор Ну, пойдем Вот он поверил Он поднял шесть заводов Открыли музей И вот сейчас Его личные вещи представлены То есть вот эта выставка Сейчас посвящена Дмитрию Ильичу Козлову Но мы будем ее менять Потому что в этом году Допустим, будет 105-летие Литвиновой Это тоже один из наших директоров И вот из загашников Мы потихонечку выставили Показали Спрятали И опять же Обывателе Есть лишний повод Прийти, посмотреть Что изменилось Потому что к нам ходят Совершенно разные посетители И есть ведь большая категория Которая ходит постоянно Что открывают Открывают новое для себя Во-первых, сменные выставки Которые у нас на втором этаже идут Они всегда разные Абсолютно разноплановые Всегда такой сюрприз Иногда это еще и комплимент от музея То есть если люди приходят Бывает так, что мы приглашаем бесплатно А в третий зал Такое бывает Это наша стратегия такая Вот Но есть те, кто идут в основную выставку Меня очень миляет, когда дети идут И вот По одному пути Двадцать пятый раз И так интересно Да, да, да Но Какое-то время назад У обывателей Для обывателей была очень интересна тема Предметы Которые побывали в космосе И быт, так скажем Да, космонавтов Вот в вашем музее Можно это найти что-то? Конечно Посмотреть Как все это С самого начала передачи Режет мысль Что вот не были вы в нашем музее Потому что у нас стоят Два огромных спутника Круглых Трехметровый диаметр Предмет Побывавший в космосе Они обгорели их Очистили Предоставили сюда На один Из спутников Поставили нештатную Такую крышку стеклянную Чтобы можно было видеть Какие внутри предметы И вот у каждого Посетителя Есть возможность Прикоснуться к космосу То есть можно Вот к нему Вот к такому большому Трехметровому спутнику Прикоснуться Обняться с ним Почувствовать себя в космосе Автографироваться можно? Можно Да, конечно Это все решаемые вопросы Потому что у некоторых Как-то запрещают Сейчас уже идут на то Что разрешают Сфотографироваться Но никакую небольшую денежку Все-таки везде просят Это очень незначительно Символично Так скажем Ваш музей удивляет Еще и тем Что у вас не только Вот такие научные Экспериментальные Какие-то там Интерактивные экспозиции Но еще и эстетические Эстетического плана Художественные Даже Рерих По-моему у вас там был Да? Что-то Рериху посвящено Почему вот Вы пошли тоже По этому пути И не сделали Вот такой Сугубо Тематической Да? Вот космической Авиационной Производственной Промышленной И так далее И тут еще у вас Кажется Что вроде бы Как-то они не Согласуются Может быть С основной Всегда находятся Все равно Общие точки Но посмотрите Какой ресурс Несет наше название Самара космическая Это же не только О космосе Самара город Первое представление Особенно ассоциация с ракетой Ну просто это уже узко Так А вообще Когда мы говорим О том что Ну я не знаю Великолепные предприятия Великолепные люди Что у нас здесь спорт Что вообще просто У нас искусство У нас вообще Город космический Это же Можно и условно понимать Поэтому любая тема Да конечно Потому что Самара космическая На самом деле Здесь такие люди Здесь такие Вообще ресурс такой У Самары Такая бога Вы привлекаете не только Горожан наших Творческих У вас даже вот художница была Сесилия Не помню фамилию Из Перуанка Да из Перуанка И она сразу нашла тему Которые привязаны к космосу К нашему космосу Примазываются даже Перуанки Да А вот есть у вас еще Такие примеры Когда кто-то вам приходит Предлагает Вот вы Да множество Как вы вот определяете Вот это вот нам подойдет Вот именно в творческом направлении А вот это извините Ну во-первых Надо понимать Что есть некие приоритеты Допустим вот в этом году Как минимум две выставки Будут посвящены конечно Великой Отечественной войне Это мы говорим о втором этаже Это просто отдельный зал Которые не основные выставки А не основные экспозиции А смены выставки И это довольно-таки Большой такой интервал То есть конечно же Вы понимаете что школы Каждый год в школу приходят Новые школьники Школы идут в музей И это нормально И те кто экспозицию В том году Он не видел еще в этом году Но мы ее еще меняем Кардинально У нас в этом году Вообще планируется Такая очень интересная выставка Посвященная к Великой Отечественной войне Совершенно новая То есть ясно что Май и ноябрь Это будут вот такие выставки Плановые Которые к 70-летию Кроме того Я вам уже говорил Что например С до пятилетия Литвинова Директора завода Это тоже наверняка Будет большая выставка Остальные вещи Мы как бы не вещи А планы строим Исходя из того Что интересно нашему коллективу Что волнует вообще Жителей Самары И приоритеты конечно составляем Бывает так Что в свободное время К нам просится Ну какое-нибудь Литературное общество С выставкой фотографии Да мы предоставляем Такую возможность Потому что нам не жалко Если у нас две недели Свободный зал Мы идем навстречу И свободным художником В общем-то Любая тема подходит Ну за исключением Я не знаю там фашизм Агрессия какая-то Ну понятно Конечно какой-то Должен быть Предел Предел Да Вот еще интересно Все-таки Космос связан С футурологией Тоже так очень сильно Особенно раньше Космос это был прорыв Да Вот в будущее Будущее Вот футурология И музей Вот насколько Вот эти Такая тонкая тема Я наверное Компетенту Не отвечу Нет да Потому что космос Все-таки космос Это Да потому что Но Просто сейчас В последнее время Настолько обострились Эти разговоры Футурологов Вплоть до там Астрологов И экстрасенсов Что нас ждет Потому что Такое впечатление возникает Что мы возникаем все Живем на каком-то Переломном моменте И дальше будет Совершенно другое Другие технологии А космос Ну как тут Куда мы полетим Куда мы дальше полетим Вот это вот Знаете Опять же Человек все равно Граничен в своей жизни Я вот Это очень четко поняла Когда была На Байкале В командировке И просто попала В обсерваторию И рассказывали нам О том Что наблюдение за солнцем Про вспышки Естественно Это людям интересно И мы вот Задаем вопросы Как вот эти вспышки влияют Нам отвечают Понимаете За солнцем Вот эти наблюдения Идут последние 70 лет Что такое 70 лет до солнца Даже не мгновение Поэтому делать Вот какие-то Глобальные выводы Ну я не знаю Но есть наверное Ученые Которые знают Я на себя не беру Этой ответственности Это точно Потому что 70 лет Для солнца Для развития солнца Для изменений Но это вот даже Не мгновение Понимаете Опять же У нас есть Один проект Который называется Ожидание космоса Вы его тоже не видели К сожалению Мне вот достаточно Разговоров с вами Вы приходите Все рассказываете И мне даже Выше ничего не скажу Идти не нужно Идти не нужно Я очень люблю Я очень люблю Представителям прогресса Показывать Вот как Родина Строили До нашей эры От финансов Это ненормальное Как бы Любой учреждение Живо Пока он развивается Ну это нормальное развитие Вот взгляд в будущее Проекта Который мы говорили По установке Самолета И ресурса Он как раз У нас Приурочен К 2018 году Я бы не сказала Что это самоцель Чемпионат Слава богу После этого Жизнь продолжается И наши цели Будут сохранены И как бы Вот эти плоды Должны быть использованы То что мы к 2018 Но это хороший Такой толчок К 2018 году Может быть Вот И мы планируем Что вот этот Тематический парк Вокруг нашего музея Он все-таки Будет создан К 2018 году То есть я вам сказала Уже вот эти Три огромных объекта Красивых Тематические Часть взлетной полосы То есть самолет Уже не будет просто Стоять на земле Это будет часть взлетной полосы Представьте себе Какая перспектива хорошая То есть Если там еще и аналоги Взлетной полосы Будут вот эти вот Красивые Которые ветер показывает Штучки Красивые взлетные фонарики На праздник Наверное Это можно будет включать Как мы представляем себе Но мы пошли дальше И увидели здесь В нашем районе Вы понимаете О чем я говорю Большой культурный кластер То есть в шаговой доступности Получается много объектов Вот послушайте сами Наш музей С внешними объектами Который будет Да Плюс Недалеко Фабрика кухни Центра современного искусства Она тоже будет реставрироваться Рядом Красивая вот эта площадь Которая Наверное Тоже перейдет К фабрике кухни Где вы помните Обелиск стоит Да Будет так культурно Через дорогу В планах Музей рок-н-ролла А ведь Санна нас планирует сделать Это тоже В шаговой доступности Да Стадион Волга Который извините Тоже вполне в тему Ко всему этому Культурному кластеру Если мы еще здесь поставим Планетарий Ой Ну ой не ой Мы же должны мечтать Ну что ой Ну просто вот кажется Что почему-то неизбыточное Планетарии не так много Это дорого Могут себе позволить Миллионный город С таким промышленным величием С таким промышленным Прошлым И сегодняшним днем Просто обязан Уметь планетарий Да Знаете А вот в грант Нельзя вот Поучаствовать На то Чтобы потом Планетарий Это другие Совершенно масштабы Абсолютно Грант может помочь То есть Вот допустим Мы готовы Работать Если мы получим гарантию Того что самолет Будет стоять К такому-то году Мы уверены Что он будет стоять Потому что Представляете Завод сейчас разработает Технологию Потому что Чтобы его разобрать Чтобы транспортировать Удобнее То есть Это же Серьезный ресурс Для нас Это серьезные затраты Для завода Очень серьезно Все к этому относятся По спутнику Допустим Террина Александровна Прогресс Они переговоры С Роскосмосом Провели Получили согласование Просто сейчас Оформляют документы То есть Работа ведется Но невозможно Это уже остановить Я просто в этом уверена Понятно Но Конечно Елена Михайловна Вот как вы чувствуете Сегодня интерес К космической теме Падает, растет Или нейтральный Потому что Знаете почему Раньше как-то Дети хотели Мальчики особенно Стать космонавтами Сейчас вот такой темы нет Вот как-то вот Ну космос, космос И космонавтами вроде не слышишь Понимаете Я говорю о том Что достижения космонавтики К нам в быт пришли Поэтому Мало того Мы технологии Которые использовались Для космонавтов Они у нас все в быту Откуда влажные салфетки Вы думаете Откуда полотенце Вы думаете Откуда памперсы Извините меня И многие Рыбаки Которые на зимнюю рыбалку Идут Они используют Технологии космические Пожарные Сейчас уже используют Аммунизирование Которое Изобреталось для космоса И все это все-таки По-другому взглянуть Через ваш музей На все эти предметы Можно Да Вот это все Продукты Сублимированные Да Спасибо большое Наше время В эфире подошло к концу Заинтриговали Серьезно Вот теперь До следующего раза Нашего с вами встречи Обязательно пригласим Приходите Спасибо вам за внимание Всего хорошего До свидания Субтитры создавал DimaTorzok